добрый день дорогие друзья добрый день дорогие друзья о чем сегодня пойдет речь ну наверное о самом главном об умении сохранять спокойствие то есть быть всегда спокойно ну об этом можно сказать и как состояние осознанности так состояние осознанности человек всегда спокоен ну я скажу так когда мы бываем неспокойны когда нас кто-то не любит так когда на нас кто-то раздражен соответственно не тем тоном с нами говорит не проявляет должного уважения и так далее можно сказать по-другому когда кто-то не оправдывает наше ожидание мы находимся в состоянии мы не находимся в состоянии спокойствия какой же тут прием приемов по сути дела много но один из них он в общем-то исходит что ли из фундаментальной позиции которая называется позиция взрослости взрослый человек вот позиция взрослости это позиция ответственности за свою жизнь свои планы свои решения то есть когда вот я сам это называется взрослость но я иногда провожу параллель такую говорю что взрослость можно где-то ассоциировать состояние состоянием взрослого человека ну скажем по отношению к ребенку ведь взрослый человек он будет сохранять спокойствие как бы не вел себя ребенок потому что он будет находить он будет осознавать взрослый человек что нужно сейчас сделать очень спокойно взвешено там надо утихомирить ребенка надо заставить его сделать и так правильно и так далее он будет находить состояние спокойствие осознанности но я все-таки исходя из этой позиции скажу чуть-чуть по-другому для того чтобы сохранять в душе покой надо быть готовым то есть принимать по-другому говорят иногда еще принимая мир таким какой он есть это значит надо быть готовым к тому что кто-то тебя может не любить ну и не важно но приведу примеры какие ну например ну не любит нас сейчас украина или никогда там не любит америка что нам теперь плакать страдать по этому поводу сохранять кладнокровное спокойствие осознанность а дальше а дальше думать мне нужна его любовь если нужно то тогда буду или находить какие-то точки соприкосновения то есть что-то общее в чем смогу сделать его по крайней мере там эту страну или там человека это одно и то же единомышленникам или просто скажу если мне это это этот человек совсем не нужен но он меня не любит что я могу сказать надо мне или не надо исходная позиция если не надо ради бога если чем-то раздражает своей нелюбви как тоже украина своими скачками можно просто сказать пусть отвлекутся на что-то другое просто мыслью переадресую их на какие-то их собственные там проблемы и так далее для того чтобы своими скачками просто не мешали мне делать мое дело точно так же с раздражением надо быть готовым к тому что я кого-то могу раздражать кому-то могу не нравится и и схожу дальше в рассуждение свое мне нужен этот человек там мне его мнение мне его общие эмоции нужны если просто не нужны пусть варится со своими эмоциями сам как хочет так в конечном итоге скоро устанет моя задача сохранять спокойствие и осознавать что мне нужно то есть если допустим это какой-то конкретный человек мне что-нибудь от него нужно или нет если мне он нужен и выгоден тогда я уже разрабатываю тактику как бы исходя из главной стратегии стратегия какая сближение стратегия там его умиротворения может быть даже влюблен влюбляние в меня скажем так как процесс но тогда я буду выстраивать тактику тактику и игру то есть игру или я где-то ему поддакиваю благородно делая вид как я вдруг в восхитилась его умом не возмутилась чуть не оговорилась да на его там раздражительность а восхитилась его умом где-то ведь когда-то чему-то я смогу поддакнуть или мыслью строю вдруг становится заинтересованным во мне и тогда он будет сам искать точки соприкосновения честное слово настолько все зависит от нашей мысли как мы сами себе скажем мы просто можем строить мыслью вот если скажу в чем-то стану выгодно значит начнет искать точки соприкосновения буду очень четко вести продолжать себя спокойно почему потому что я-то помню свою главную выгоду допустим мне примирение выгодно потому что мне это чем-то выгоден что-то я от него могу полезное для себя там почерпнуть взять и так далее значит если начнет искать точки соприкосновения он что-то ему нужно будет от меня буду взвешивать если что-то смогу сделать то обязательно хорошо сделаю но только взамен на такую же я как бы съищена твоими способностями в том-то и в том-то и попрошу тебя о таком-то для меня одолжение помочь мне в том-то можно так строить это я привела пример то есть договариваться о взаимной выгодности еще раз мы должны быть готовыми но ситуация рядовая что ли такая с которыми ко мне иногда обращаются там вот мне не нравится моя невестка она меня раздражает говорят я там я она не нравится что можно сказать надо быть готовой прежде всего готовой к тому что этот человек будет не в один в один соответствовать твоим ожиданиям и когда готов то тогда могу строить стратегию и тактику ну вообще-то на этот счет я обычно говорю тактика и стратегия это уже прерогатива сына который выбрал ее а мы должны дать возможность предоставить им спокойно жить самостоятельно но если хочется контактов то тогда сначала готова к тому что человек может не понравится сразу просто потому что я сразу не пойму потому что я другого мировоззрения образа жизни потому что она другого мировоззрения образа жизни но если мне хочется иметь хорошее отношение значит вхожу в роль игры игра какая нахожу какие-то точки соприкосновения делаю из нее единомышленницу хоть в чем-то чтобы мы смогли друг с другом друг другу за что-то улыбаться кивать говорит слова как здорово какая молодец или строю мыслью что-то будет ей нужно во мне и она начнет сама искать точки соприкосновения но я сохраняю покой и спокойствие потому что я готова состояние внутренней готовности к любой ситуации к любому развитию событию событий как бы когда мы готовы оно позволяет нам быть в адеквате то есть состоянии осознанности и покоя тогда мы принимаем любых людей с их мировоззрениями воспитанностью или невоспитанностью мы принимаем находясь состоянии покоя внутреннего комфорта в душе мы готовы были к этому значит наш ум осознанно строит план стратегию разрабатывает мыслью как я уже подсказала можно это сделать просто мыслью но нужно еще находиться в состоянии собственной готовности к тому что изменения к лучшему если они нам нужны произойти могут не сразу и быть к этому готовому находиться в состоянии покоя есть еще такие вещи относящиеся к тактикам ну скажем так это теоретически я все описала это вам очень поможет могу привести еще и технику которая тоже поможет но есть еще приемы скажем так а как вот в жизни ну ближе к жизни вот человек мне очень грубо говорить так ты мне уже надоело как реагировать на это можно вообще не реагировать то есть как как кто-то мне сказал я не реагирую я агирую то есть я молчу и внутренняя тактика спокойствие стратегия а можно сказать поняв так там ты мне уже надоело ли не могла ну я поняла твою просьбу просьба о том что или помолчи или отойди в сторонку но и отойди я готова к тому что этот человек раздражительный невоспитанный я готова и поэтому реагирую уже исходя или дали ко мне чеку вам ну к примеру вам не нравится что в каком таком вы кто такая для нее там рабыни или что хорошо я поняла что тебе сейчас хотелось бы чтобы кто-то те позаботился с удовольствием почему почему бы не сказать вы готовы к любым проявлениям поведения этого человека но если вам он нужен вы же осознаете хотелось бы иметь миролюбивые какие-то там отношения просто вообще люблю мир люблю когда всем нравлюсь когда мне нравятся все потом так и будет или будут привлекаться в круг только люди с которыми комфортно ну потому что вот есть подсознательное такое требование что или люблю купаться в комфорте душевном она будет создавать это но я сейчас подсказала такие приемы которые вообще прием который я назвала готовность и это готовность она характерна состоянию взрослости когда осознан когда отвечаю когда строю и и держу свою стратегию свою стратегию если нужен человек значит вы выстраиваю ли мыслью или я зачем-то пригожусь а я это использую договоримся или я нахожу способы с достоинством но я готова значит на выпады не реагирую агирую или говорю так я поняла твою просьбу я поняла что тебе очень хочется сейчас чеку сейчас делаю но вот типа так это называют еще в психологии приемом да я согласна эта игра мы не всегда можем быть согласны с поведением тех же того же допустим правительство украины но подыграть и нам иногда можно да мы согласны что вам сейчас хотелось бы чтобы мы где-то признали какие-то ваши права на самостоятельность и прочее мы согласны это достойное требование да но мы конечно полагаясь на то что люди самостоятельные какими вы хотите быть ответственны за свои поступки поэтому платят по долгам ведут себя более благородно и достойно можно разговаривать и так но я щас конечно немножко утрированно сказала правительство виднее как себя вести но в принципе и ну давайте технику сделаем еще одну я предлагаю вам сейчас закрыть глаза лучше для того чтобы расслабиться просто расслабиться закрыть глаза я щас хожу в состоянии транс так же как и вы так дальше есть какой-то набор скажем людей с их моделями поведения можете собрать это в единый какой-то куб людей можно модели поведения которые вам некомфортны вашей душе вот не дают состояние покоя вашей душе вот собираете их вместе могут какие-то эпизоды на память прийти когда вы в принципе недовольны собой что вы не смогли не сохранять спокойствие к этому может быть такое что человек там что-то от вас все время требуют вот и вас это раздражает вы недовольны собой что вы не умеете держать состояние спокойствия вот в принципе как вы к этому тоже должны быть как бы готовы готовы что человек ведет себя так значит вы тогда уже из состояния своей игры можете осознавая как-то говорить ну я поняла что тебе хотелось бы лучше пожалуйста мой интерес мне сейчас вот важнее свои дела сделать может быть как-нибудь поделаешь там свои вы сохраняете спокойствие хладнокровие осознанность ко внутренней комфорту находите очень нужные тактичные слова ну то есть у вас получается исходя из вашей стратегии или не нужен этот человек вообще или если нужен если не нужен то просто как говорят там пусть варится сам собой ваше хладнокровие спокойствие как длинная волна обязательно покроет ту мелкодребежащую волну это закон физики перекроет человек успокоиться главное вам сохранять спокойствие так значит вы собираете сейчас в куб все то или тот набор людей которым не не имеете в душе так сказать спокойствие или набор вот этих каких-то черт моделей поведения собрали дальше вы этот куб от себя как бы мысленным там взором или как говорят из души откуда где он у вас как-то может быть физически может быть визуально представили отдаляете от себя отдаляете ну на максимально далекое расстояние и просто смотрите со стороны вот она там для чего вы со стороны для того чтобы оценить кто там из этих людей вам нужен или не нужен дальше как бы вы могли что-то повлиять на что-то вы сейчас состоянии готовности и находитесь то есть осознанности готовность это как бы такая я готов в принципе ко всему и я спокоен а почему я готов ко всему потому что я даю возможность самому себе осознать что мне нужно вообще по идее мы сейчас учимся правильно себя вести так чтобы в душе был покой в уме осознанность включение нужной игры но той которая нужна вам или не нужна осознанность это вот ваш выбор ваша взрослость ваша ответственность за то как вы будете себя вести и выстраивать или не выстраивать что-то с какими-то людьми так посмотрели этот куб где-то очень далеко от вас сейчас очень четко постарайтесь вот увидеть что этот куб он за какой-то стеклянной ну как стеклянный куб все это находится в стеклянном кубе то есть какая-то перегородка есть между вами и ими он далеко и перегородка стеклянная вы наблюдаете как со стороны осознанно теперь себя представили также в кубе свой покой прежде всего покой спокойствие вы сейчас можете даже прочувствовать как вы его обрели в душе покой осознанность просто спокойствие комфорт вы нравитесь себе вам нравится ваш ум то как вы сейчас все поняли понимаете и ощущаете себя спокойным хладнокровным комфорт в душе вам нравится ваш ум и ваше понимание и вы тоже как куб который имеет стеклянные стенки теперь тот куб который вдали он может начать менять формы например он может превратиться в мячик пусть будет тоже стеклянный но он уже видоизменил куб из видоизменился в мячик вы можете этот мячик сделать меньше можете превратить его в теннисный шарик но он тоже там далеко отстранен для чего мы это делаем для того чтобы вы поняли что вы можете менять по своему просто как своей игре это игра вашей души вы понимаете что вы умеете как бы править вы умеете быть хозяином вы умеете поправлять корректировать сейчас прочувствуйте в душе состояние покоя комфорта вы нравитесь себе ваше понимание того что покой дает принципе готовность ко всему быть готовым значит принимать но вы нравитесь себе сейчас понявшим это и осознавшим что вы сумеете разобраться что вам нужно или не нужно какую тактику выстроить может быть что-то мыслью построить и быть готовым то есть состояние покоя к тому что изменения могут произойти не сразу но обязательно произойдут а если вы к этому готовы то вы сохраняете покой душе кроме того вы овладели какими-то тактическими приемами приемами игры иногда в поддакивание иногда в спокойное ответ ответ ответе я понял твою просьбу вам что-то сказали невежливо я понял твою просьбу во первых словом просьба вы уже поменяется поведение человека потому что вы излучили длинную волну спокойствие кроме того кроме того само слово станет буквально как внушение для него потому что просьба это слово характеризующее и само состояние качество вежливости вы внушите это все получится желаю успехов удач в обретении своего покоя спокойствие самих себя любви к себе в приятии мир таким какой он есть для того чтобы адекватно спокойно хладнокровно продумать осознать что нужно вам как построить мыслью или какой-то сознательно осознанно выбранной вами игрой если вам нужно что-то от человека от ситуации как построить и выстроить нужное какими тактическими приемами находясь в роли спокойного приятного человека у которого в душе покой 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 приятие может быть даже улыбка ну а по сути состояние взрослости и ответственности когда мы самостоятельно сами понимаем и принимаем решение а значит управляем реальностью теми людьми их поведение с поведением спокойно и осознанно нашей душе покой удачи с вами была валентина мельникова психолог мастер эриксоновского гипноза куч удачи